У меня такой вопрос. Вы часто цитируете философов, историков, общественных и государственных деятелей, таких как Бердяев, Ключевский, Столыпин. Скажите, а каков корпус тех исторических материалов, к которым вы обращаетесь, для ответа на вопросов, которые стоят перед современной Россией? Ну, если я сам над чем-то работаю перед тем, как что-то сказать или выступить где-то с какими-то вещами, то так же, как любой человек, я просто стараюсь вспомнить то, что мне оказалось важным и интересным, когда я когда-то раньше что-то смотрел, читал, с чем-то знакомился, и просто через интернет, через книги стараюсь залезть туда и вспомнить, поточняя, что же там, вот тот конкретный автор что-то сказал по той или другой проблематике. И тут, когда забираешь что-то, смотришь, ну, освежаешь что-то в памяти. Ну, вот это, пожалуй, самое простое, самое востребованное. И это вот первое. А второе, если сталкиваешься с чем-то таким, а это очень часто бывает, что уже в той или иной форме было в прежние времена, ну, стараешься тоже посмотреть просто на то, как развивались события в тот момент времени, там, когда-то раньше, и какие были приняты решения, и к чему это привело. Вот если время есть этим заняться анализом, я так стараюсь поступить. А если нет, то, если всё приходится делать быстро, то, как в своё время говорили, руководствуясь со своим правосознанием и пониманием, что возможно и полезно для той или иной отрасли, или для страны в целом, именно в сегодняшней ситуации. Субтитры сделал DimaTorzok